Здравствуйте! Вот такое вот длинное, немножко грустное название, звезды, которые освещают наш мглистый путь. Вот оно мне напоминает стихотворение Лермонтова, как там кремнистый путь блестит в лучах то ли луны, то ли звезд, я уж сейчас не помню. Это наша последняя голливудская передача, иссякает медленно тема, хотя на самом деле тема кинематографа, она неиссякаема. Кинематограф – это великое искусство, мы, телевизионщики, это незаконно рожденные дети кинематографа, то есть мы законно рожденные, но нас кинематограф бросил, он у нас отказывается. В последнее время он пытается как все-таки усыновить, удочерить? Ну, собственно говоря, хочется вспомнить о таких вот любимых, все-таки вот как ни крути, звезда – это вот что такое звезда? Ну, там для этих воротил кинематографического бизнеса – это вот способ делать деньги, по сути дела. Да, звезда, человек, на который, на фамилию, на внешний облик которого реагирует публика, а вот фильм со Шварценеггером, ну как не пойти вообще, да, правда? Ну, разве можно не пойти, не посмотреть фильм со Шварценеггером, да, если новый фильм выходит, или там с Ален Делоном? Ну, кому что нравится. Вот, кому что нравится. То есть это, так сказать, монок, на который публика обязательно пойдет. Ну, вот не хотелось бы про этот монок немножко. Но, с другой стороны, это вот герои вот нашего детства. Сейчас, конечно, когда взрослый, больше реагируешь там на каких-нибудь красавиц, типа там Хали Берри, а раньше реагировал, ну вот, на тех, кому нужно подражать, там вот Ален Делон, Жан Море был любимец. Мы были в шоке немножко, хотя не показали виду, когда узнали, кто же он такой на самом деле, Жан Море, властитель дум советского юношества 60-х годов. Что-то вы хотели сказать о звездах? Да, мне хотелось бы сказать, что такое понятие звезда пришло уже в кинематограф звуковой из немого кинематографа. Первые фильмы, они были даже без титров, там было указано только имя режиссера, а имя актрисы зачастую указано не было. И поэтому зачастую шли на каких-то там девушку, какого-то там доктора, или просто вот ту блондинку, которая играла еще в том фильме. Да, да. Однако, все-таки нашелся один умный человек, который водил Independent Motion Pictures, который решил, что можно делать деньги на звездах. И он из просто неизвестной никому девушки, которая играла в немых фильмах, он сделал звезду. Сначала он распространил слухи о ее смерти. Потом он как-то вот всякие пикантные подробности подбрасывал газетчикам, и в конце концов девушка стала звездой. И вот с этого и понеслось, и полетело. Вообще звезд принято было в немом кино делить на вот целый такой определенный, ну на определенные виды. Красавица роковая, девушка с соседней улицы, там, Гелл Некс До, простой парень, простой хороший парень, отрицательный злодей. Такая положительная невинность, такая красота, вот какой, например, принадлежала Мэри Пикфорд. Ты такой роковой красавец, такой герой-любовник. Вот, например, очень ярким представителем героя-любовника и в немом кинематографе был Рудольф Валентина. Вообще карьера вот у немых персонажей, она... У персонажей немого кино, наверное, все. Да, персонажей немого кино, она начала очень легко. С какой-то такой вот даже, ну, с простой встречи с каким-то продюсером, он там носил кофе на площадке, вдруг неожиданно его увидел. Продюсер сказал, ты будешь сниматься. И вообще это очень часто, вот многие звезды говорят, что именно так, вот современные звезды, именно так и будет сделана их, была сделана их карьера. Вот на своих экранах вы видите великого Рудольфа Валентина. Вообще он играл таких латинских героев-любовников, у него была бешеная популярность. Он первый, кто обнажился, придя на премьеру своего фильма, он был... Его тело было прикрыто только ниткой бус, за ним публика, восторженная публика гналась по крышам. Однако никто не знал, что у Рудольфа Валентина были очень вредные привычки. Он, например, красил голову в черный цвет и оставил пятна на подушках, потому что он лысел, жевал лук. Это не вредная привычка, это, наверное, просто вот... Он же был латинский герой любого. Да, он жевал лук, очень много раз как-то там женился и разводился. Однако до 51-го года вплоть на его могилах совершали женские самоубийства. Ну вот, кстати говоря, вот в ту эпоху, ну вот сейчас не знаю, когда кто-то кого-то заметил и стал снимать в кино, ну хотя так, так оно и есть. Вот в России, в российском кинематографе первых лет, вот этих вот актрис и актеров называли, я вот сейчас не помню каким термином, то ли это было называлось натурщица, то ли это называлось модель. Наверное, натурщица, да? То есть вот кинематограф считалось в ту пору не требует такого, ну, театрального, артистического мастерства. Все-таки игра в кинематографе тогдашнем в немом, ну, была более условной, чем игра вот в театре. Ну и тогдашнем, и современном, ну и более условной, чем в современном звуковом кино. Сейчас все-таки не только звук появился в кинематографе, но и искусство, волшебное искусство киносъемки, да? Сейчас все-таки более ответственность. Так что неудивительно, что тогдашние звезды входили, вот понравился типаж, да? Ну, как фотографу, вот понравился, вот как-то хорошо вот этот вот стул стоит, сейчас я вот его сфотографирую вот так, да? Или вот интересный вот, так сказать, человек, да? Ну вот вы сравнили актера со стулом, и в принципе, в некотором плане... Ой, ну это уж извините. В некотором плане вы правы, потому что вот на протяжении всей своей звездной карьеры многим звездам приходится играть ту роль, на которой они прославились. Роль стула, роль убийцы, роль вечной молодой красавицы, роль какого-то такого молодого человека, очень хитрого. И вот мне хотелось бы немножко рассказать о американском стандарте, о стандарте продвижения звезд. Мы дальше будем говорить о звездах, но сначала вот как бы в таком плане. Наверное, о сценарии продвижения. Да, о сценарии продвижения. Ну, сначала, конечно, хорошо бы, чтобы юный герой посещал какую-либо школу, ходил на прослушивание, занимался в театральном кружке. Школу имеется в виду артистическую? Ну, школу с театральным уклоном, да, желательно. Но не обязательно. То есть ту школу, где учат методу, как американцы говорят, то есть системе Станиславского. Чтобы герой был из бедных кварталов и не имел комплексов перед жизнью. То есть, чтобы спокойно мог делать на экране все, что угодно. Впоследствии, достигнув определенного совершеннолетия, 16-17 лет, он попался на глаза продюсеру или агенту. Хотя лучше, конечно, лет в 9-10 уже завести своего профессионального агента. А настоящие звезды заводили агенты и уже в 2-3 года, когда агент им подыскивал роли в рекламе, там, например, памперсов. Вопрос можно? А вот, по-моему, насколько я себе представляю, очень немногие ныне действующие голливудские кинозвезды начинали свою карьеру успешно, начинали свою карьеру ролями, так сказать, детей, детскими ролями. По-моему, только вот, ну, чуть ли не по пальцам можно их пересчитать, которые вот, сыгравшие в детстве, еще играли дальше. Здесь один такой маленький психологический момент есть. Вот, между прочим, он хорошо, говорят, известен людям, осуществляющим кастинг, говорят современными словами, подбор актеров для детских фильмов. У них там такая проблема есть, что вот есть детишки маленькие, вот до периода вот этого еще полового созревания, о, они такие раскованные, сыграть все, что хочешь, могут. И вообще, ну, любого ребятеночка возьми, и он тебе все, что хочешь, сыграет. Очень будет мило, потешно, и он вообще... А потом начинает такой период. Детей, вот этих подросткового возраста, говорят, тех, которые действительно могут играть, их очень мало, у них этот комплекс, они что-то все стесняются. И обычно, так сказать, подростков играют дети несколько более старшие. Ну, типа, так, с первого курса института уже начинают играть. В 19 классе. Да, это вот, помню, типичное в советское время, такие были популярные фильмы про, значит, старшеклассников. Доживем до понедельника, самый, наверное, популярный был из них, самый хороший. Вот, там все это играли студенты первых курсов, значит, театрального училища. Ну да, но вот все равно, в детстве этот герой не должен добиваться популярности, потому что ему будет трудно перейти из... То есть, с двух лет сниматься... Да, с двух лет сниматься можно, но популярности не надо добиваться, надо просто пробовать. Потому что сформирование звезды идет с самого маленького возраста. Потом желательно все-таки сформировать себе такой определенный идеал красоты, то есть, там, худобу, женщина-мужчина, накаченность. И дальше агент должен себя продвигать. Ну, сначала подойдет и телевидение. Снимаемся в нескольких успешных сериалах, а потом мы должны... Или шоу каких-то, а потом агент вас протаскивает на большие экраны. Но надо не забыть, надо сказать, чтобы обязательно была шумиха в прессе. То есть, шумиха должна быть обязательно, то есть, ваши киноработы мало кого интересуют. Вы не можете еще играть таких больших, очень многогранных персонажей. А вот там покурили вы, или встречаетесь ли вы с каким-то другим персонажем тоже светской хроники. Или вот неожиданно какие-то сплыли элементы вашей биографии. Или там, может быть, ваши предки были нацистами, или там, мать боролась за права женщин-негритянок. Или что-нибудь голубоватое. Да, вот голубоватое, розоватого оттенка. Но это не важно. Главное, что вами заинтересовалось. И вот тут важно выстреливать ежегодно, несколькими фильмами. И самое главное, чтобы эти фильмы, они были дорогие. Чтобы они были направлены на большую окупаемость. И агент, он должен пробивать большие роли. Впоследствии, возможно, чтобы несколько фильмов были сделаны именно под вас. Сценарий написан под вас. Набирается такая команда, где режиссер-дебютант, дебютант-сценарист. Но очень хорошая, сплоченная техническая команда. И вот делают фильм только под вас. И вот тогда вы становитесь звездой. Это стандарт. Потом вы достигаете определенного звездного фатусства и продолжаете расти. У вас должны увеличиваться гонорары. Вы боретесь за всякие разнообразные гонорары. Желательно вступить в какое-нибудь зеленое общество. Или по борьбе с чем-то за кого-то. Потом неплохо какие-то всплыть. Вы достигаете пика своей карьеры. И вот тут дальше ваша карьера идет на спад. Потому что как можно понять, что ваша карьера вы сделали не благодаря своим актерским талантам, а благодаря правильности вашего, умной голове вашего агента. И вот тут важно... То есть правильные раскрутки. Вообще, мне когда-то сейчас рассказывали, думал я, как это все похоже на продвижение каких-нибудь кукурузных хлопьев на рынке. Вот какой-нибудь, как это называется, продвижение товаров, маркетинг. Маркетинг по продвижению актера, получается. То есть продать можно все, что угодно, лишь бы это было не ядовито и не взрывоопасно. Хоть, может быть, и ненужно и бесполезно. Также можно, в принципе, продавать любого актера, любого натурщика. Вы знаете, проблема, когда человек резко за 3-4 года добивается резкой высокой популярности, то впоследствии он может не удержаться, начинает резко падать. Вот тут важно очень, чтобы агент проявил собранность. Во-первых, он... А, кстати, агент, он сильно заинтересован? Да, он финансово. Он значительную часть... Он до 50% может получить. О, даже до 75% он может получать при подписании верного контракта. То есть эти звезды, они, в принципе, могут быть достаточно с нищими существами, да? Они вообще нет. Ну, агент обычно четверть получает, потом уже и меньше. Когда гонорар звезд увеличивается... Ну, если зарплата маленькая, ты, конечно, больше четверти с него не возьмешь. Ну, все равно. Потому что он же с голоду. Ну, вот дальше важно агенту удержать актера и начинать с него делать уже человека, формировать новый образ, какие-то скандалы в публику пропихивать, какие-то новые. Ну, и главное, чтобы вот не скопасть и вовремя исправиться. То есть из грязи в князи, как говорят, чтобы стать быстренько счистить своих загрязненных перьев Олимпа грязь и вознестись обратно на Олимп. Желательно еще получить Оскар, ну, с этим, конечно, сложнее, но вполне рано. А что, их тоже покупают этих Оскаров, да? Нет, то есть эти Оскары, они даются по политическим, стандартным. Зачастую те актрисы, актеры, которые получают Оскары через 10-15 лет, на них никто не помнит. Насколько я понимаю, вы к Американской киноакадемии отношения не имеете. Нет. Значит, вот эти данные, они достаточно широко распространены, правильно? Да, естественно. Да, то есть это вообще все знают, да? То есть такие правила игры, да? Вот правила такие. Да, да, да. Все знают, что они знают. То есть вот критики пишут, я читала несколько британских журналов, вот они пишут, вот Скорцезе вот за этот раз точно Оскар не получит. Ну почему? Ну Скорцезе получит Оскар, да вы что? Джулия Робертс тоже в этот раз Оскар не получит, а за этот Оскар получит то-то и то-то. Вот часто я смотрела разнообразные журналы, вот сопоставляя их прогнозы, совпадение, ну 80%, 75% вот точные совпадения, кто получит Оскар. Ну это, кстати говоря, нормальный способ, тут может быть речь идет о применении математики, но, например, не было ни разу случая, может быть, чтобы женщина-актриса два года подряд получала Оскар за лучшую роль, например. Бывали. Бывали такие, да? Бывали. Ну а сколько это вероятно такое? Подряд два года за лучшую женскую роль, да? Ну тогда я думал, что это так просто они наблюдают, что два раза же не бывает. Нет, редко бывает, но иногда там вообще все это очень сложно. Это существует подковерные интриги, связанные с политикой и отношениями режиссера и студии, потому что очень опасно попасть режиссера и актера в какой-нибудь скандал, связанный особенно с применением наркотиков, порнографии и антинационализма. Да, что-нибудь неполиткорректное. Да, неполиткорректное. Вот сейчас в эту ловушку попался тоже один из известных режиссеров. Страсти Христова, который снял Мэл Гибсон. Он очень так оскорбительно себя повел, и вот сейчас, возможно, его карьера в Голливуде закроется. Ну, теперь продолжим о звёздах. Вот очень много было звёзд в Немом. А вот Чарли Чаплин, он что, вот тоже так же сформировался? Нет, понимаете, вот начальное формирование звёзд в Немом кино приходило из театров, таких вот случайных людей. Вот Чарли Чаплин, он был не случайным человеком, он был театральным ребёнком, он очень ярко, быстро, ну, легко, скажем так, относительно, конечно, легко, он перешёл из Немого кино в кино звуковое, потому что людям всегда хочется смеяться и плакать. Его фильмы всегда были наполнены философским психологизмом. Он смотрел, чтобы шутка работала не как гэг, но не как вот такая вот упал, очнулся гипс, а вот как вот, чтобы человеческие какие-то чувства, оно не только смех затрагивало. То есть Чарли Чаплин был в этом плане очень гений. То есть, наверное, всё-таки его лучше называть не звездой, вот в таком плане, как вы сказали, а великим актёром. Да. Лучше называть, да. То есть вот отделили всё. Животные становились великими звёздами, да. Например, такой известный был Рин Тин Тин. Он снялся более чем в 113 фильмах. У него была собственная гардеробная, у него были маленькие галошики, его выгуливали в галошиках, в дождевике. И он умер на коленях у такой известной актрисы. Ну, а вообще-то говоря, вот как он Рин Тин Тин-то, животное, он действительно великий животный актёр или как? Ну, просто раскрученный персонаж. Или это просто так его хорошо дрессировано? Да, хорошо дрессировано. Не, ну я знаю, вот я с кошками дружу, знаю, кошки есть очень умные вот... Ну, он действительно был умной собакой. Такие интересные, прикольные кошки. Умной собакой, ну... А тут ещё в кино сниматься, это не просто быть прикольным животным, да, любопытным, а надо ещё в нужный момент что-то сделать, да? Ну, дрессировка, да. Ну, как говорится, не каждый так научится. Слухи в Голливуде никогда не работайте с детьми и с животными, потому что это всегда очень тяжело для режиссёра, очень тяжко. Вот, продолжим. Вообще, наиболее ярким персонажем в маневом кино была Мэри Пикфорд и Дуглас Фербингс. У них была такая, как стандартная роль. Мэри Пикфорд всегда играла таких невинных девочек. До 30 лет она всю девочек играла, а Фербингс играл таких... Фербингс. Фербингс играл таких мужчин, такого немножко восточного типа, героев, таких потрясающих персонажей. Вот, однако, они не пережили перехода к звуковому кино. К сожалению, это так вот не получилось. И ещё, кстати говоря, это были звёзды в финансовом отношении, как говорят, с учётом всех этих теперешних поправок на инфляцию и девальвацию, самые высокооплачиваемые во всей истории кинематографы. Да, Мэри Пикфорд называли самой золотой головой Голливуда не только потому, что она была блондинкой, а ещё и потому, что она обладала потрясающей способностью к финансовым манипуляциям. И она, Чарли Чаплин, Гриффит и Дуглас Фербингс, они создали известную компанию United Artists, которая, например, занималась производством такого фильма, как некоторые... В Джазе только девушки у нас это называется. Да, некоторые, которые читают погорячее. Ну, вообще, много фильмов, чем занималась эта компания. Продолжим немножко дальше. Вот сейчас давайте посмотрим фотографии и немного прокомментируем. Да, вот давайте поглядим, какая красивая была Мэри Пикфорд со своим мужем. Это она на пороге 35-летия уже. Ну, по крайней мере, Дуглас-то уже постарше, наверное, чем 35. Уже вышедший он из, наверное, кинематографической карьеры своей. Ну, по-прежнему в зените славы. И вот, вы знаете, мне хочется сказать, я как-то люблю Мэри Пикфорд. Она мне очень нравится, такая хорошенькая, замечательная. И вот этот вот сам образ, он почему-то, я вот замечал, очень нравится многим кинорежиссёрам. Да, и советским в том числе. И вот, и мне в том числе нравится этот образ. Есть такая вот ситуация, в которой оказываются многие актёры, когда им нужно, значит, что-то такое вот снять и сделать. Многие режиссёры имею в виду. Вот, замечательная наша актриса, я думаю, что это величайшая актриса, моя любимая актриса Татьяна Евгеньевна Лаврова, такая вот замечательная актриса, есть замечательная голова. И вот, видите, они чем-то очень похожи вот на Мэри Пикфорд. Ну да, стандарт изображения. Давайте посмотрим и прокомментируем фотографии. Давайте, посмотрим на картинке, да? Да, на фотографии. Рассказ по картинкам называется. «Холодная» — это, пожалуй, одна из больших и известных звёзд русского кинематографа дореволюционного. Она такая легендарная звезд, да? Она играла таких... Никто её никогда не видел, кроме как на фотографиях, по-моему. Таких, ну, падших немножко женщин, чистых, но падших. Достойных жалости. Да, достойных жалости. Она умерла в очень раннем возрасте, по-моему, 27 лет ей было. Да, рассказывали, что её застрелил какой-то белогвардейский полковник из любви. Ну, она вообще жила очень... Ну, это всё как раз стандалка, красавцы. Она жила счастливо с мужем, просто от такой определённой скуки. Какое-то инфекционное заболевание не было, она умерла. По-моему, что-то типа Гриппа, испанку не было. Может быть, и так. Вот, это Лилиан Гиш. Она тоже была великой актрисой немого кино. А, кстати, она до немого кино прекрасно работала в театре. И она попала к Гриффиту, да, уже сложившейся театральной актрисой. И, по-моему, последний раз она в кино играла где-то в районе 80-х годов. Нет, она играла в 1990-м году. В 1990-м году какую-то бабушку она играла. Она играла в фильмах и после смены звукового кино. Он достаточно плотненько каждый год по фильму. Получила Оскара, по-моему, за совокупность заслуг. За последнюю роль. За последнюю роль, да. Ну, вот. Она играла одну из главных ролей в фильме. Где-то, значит, две бабушки, две старушки-американки. Вот вспоминают свою жизнь. Это такая театральная пьеса, американская. Ну, вот очень яркая такая личность, дожившая фактически до наших дней. Мерлин Монро. Давайте мы сейчас немножко остановимся и поговорим об этой женщине. Давайте. Феномен или феномен, как некоторые говорят, Мерлин Монро, он удивителен. Вот что нашли продюсеры в этой такой полноватой, полноватой, крашенной блондиночке с пухленькими губками, никто до сих пор не знает. Но восхищаются ей все. Я разгадку знаю, скажу. Она, ну, потрясающе, она умела вертеть и людьми, но, вот, к сожалению, Монро, она попала в лапы своего амплуа. К сожалению, на середине... В западню, наверное. В западню. Она должна была всегда вернуть глупеньких дурочек. Вот мы сейчас затрагиваем такую проблему, как проблема, ну, амплуа у звезд. И Монро, она вообще писала стихи, часто иронизировала над блондинками. Она делает анекдоты про блондинок, говорит, что сама Мерлин Монро очень любила рассказывать. Она причитала всего Достоевского, жертвовала деньги на школу Михаила Чехова в Америке. Которую она когда-то и училась. Да, завещала достаточно крупную сумму вдове Чехова. Однако таланты ее драматически не интересовали студийных боссов. Им был интересен образ, который Монро создала. Образ Америки, образ американки, такой веселый, такой немножко распущенный. Такой дурочке. Дурочке, да. Такая дура такая. Да, ну вот вы говорите, что, знаете, разгадка. А вот разгадка, вы уже сказали, она, оказывается, училась системе Станиславского. И вот, видимо, она когда-то, вот когда она, так сказать, сваталась в кино-то, она как раз и сыграла, хорошо создала этот нужный образ. Он так всем понравился, что никакие другие были уже не нужны. Да, но, на принципе, счастливо прожила свою кинематографическую жизнь. Фильмы шли на ура, по-моему. Они и сейчас с удовольствием смотрятся, и сейчас на дисках продаются. Говорит ее о большом таком таланте. Таланте, да. Ну вот, к сожалению, ее не дали. Наверное, все-таки это была тоже великая актриса, но которой вот не дали раскрыться в других ролях. По всей видимости, так было дело. Все-таки она пережила себя надолго. Ну, надолго. Ее вот память о ней вот жива. Ну да, каждая... Очень хорошо был сыгран образ. Все-таки вот Рудольфа Валентину, мы как-то вот не помним его. Не видели мы его. А Чарли Чаплина мы видели. Правда? Да, возможно. Вот еще очень яркий переход из спорта в кино. Кто там у нас есть-то? А это не спорт в кино. Это вот Марлен Дитрик. Да, тоже такая известная. Марлен Дитрик, репловатым голосом певшая. Которая ушла очень быстро из кино, когда она дошла от пика карьеры. Она сказала, не хочу падать, и ушла из кинематуры. Ну, точно такая вот великая капризница такая. Да, но вот затронем теперь все-таки людей, которые живут до сих пор. Они пришли в кинематограф из смежных профессий. Вот, например, яркий персонаж – это Арнольд Шварценеггер. Он обладает ужасным, как говорят, кто слушает его английский, ужасным австрийским акцентом. Он был спортсменом, несколько раз занимал такого… Культуристом. Культуристом, да. Мистер Олимпия титул занимал. В России это спортом не считал. В Советском Союзе спортом не считался. Это буржуазное что-то. Да, однако он успешно переходит в кинематограф и играет такую постоянную роль. Такого персонажа-защитника, который мало говорит, но очень хлестко говорит, кстати. Очень такие фразы, которые уходят в народ, там, I'll be back, я вернусь, там, ну, большое количество, там, следи за рукой и прочее. А так, вот Шварценегер, как звезда, он повторил путь великой американской мечты. Он играл, во-первых, таких персонажей-защитников, снимался в веселых комедиях разнообразных. Ну, в мелодрамах он себя пробовал мало, все-таки комедии и боевики. Впоследствии он ушел в политику и сейчас является губернатором штата, который главный по производству фильмов на планете, это Голливуд, без сомнения. То есть он повторил... Ну, штат называется Калифорния. Калифорния. Ну, вот он повторил такой, ну, вот путь американской мечты. Это очень показательно, потому что его роли, роли, его такая чистая репутация, она сыграла ему большую роль. То есть он создал такой образ защитника, который всегда поможет. Образ терминатора честного и справедливого, и поэтому он очень любим народом до сих пор. А я вот еще одну вещь вам расскажу. Вот, скорее всего, вы про этого не знаете даже. Несостоявшегося актера, великий был советский спортсмен, он и сейчас, кстати, есть. Юрий Власов, все мы его знаем, так вот, Юрий Власов, очень такого интеллигентного вида, в очках. Вот такой он всегда выступал. Он был олимпийским чемпионом на Римской Олимпиаде в 1960 году. И был страшно популярен в Италии. Он, значит, это была одна из первых Олимпиад, где советский спортсмен участвовал. Первая была 1956 год, Мельбурн. А это вот была, значит, вторая 60-й год. И вот Италия, там, вообще в Италии коммунизм был популярен, вот, коммунистическая партия, Советский Союз. Значит, водители автобусов на улице свои автобусы останавливали, если видели, что гуляет по Риму, значит, Юрий Власов, бежали с ним руку пожать. И вот самое интересное, что в 1962 году, когда было, значит, что, 150-летие войны 1812 года. И вот, по-моему, 7 сентября должны были снимать первую сцену, вот, войны и мир Бондарчук. Вот, того самого Бондарчука, так сказать, Сергея Бондарчука. А первую сцену должны были около Новодевича монастыря снимать расстрел поджигателей. Так, по-моему, называется в романе «Война и мир». Ну, и в этой сцене расстрел поджигателей. Там Бурляев, помните, такой был мальчик, его расстреливают, и Пьер Безуков. Вот они решили начать съемки с этой сцены. А перед этим был длинный, так сказать, процесс, подготовки съемочного, значит, процесса. Ну, кроме, значит, чисто таких производственных исторических моментов, как говорится, надо и мебель нужна, и мундиры, и оружие. Все это там скрупулезно, кстати говоря, восстановлено. Это вот, как бы сказать, историческое, так сказать, пособие. Можно еще тоже рассматривать этот замечательный фильм. Великий фильм, кстати говоря. Ну, так вот, и вот Юрию Власову Пондарчук предлагал играть эту роль. Роль Пьера Безухова. Вот он на него смотрел. Вот такой вот интеллигентный, в очках. Вот я вот сейчас его вспоминаю на фотографиях. Он, кстати, последний раз выступал на Олимпиаде в Токио в 64-м году. Уже вовсю снимали «Войну и мир». Вот он, значит, там, значит, снимался на этой Олимпиаде. То есть, выступал на этой Олимпиаде. Он первое место не занял. Он тоже был, значит, на пьедестале почета. Второе, по-моему. Первое тоже наш тангист занял, такой гигант жаботинский. Вот такая вот вышла история. А он отказался играть. Ну, и Бондарчук, ну что ж, раз Власов, основной претендент, отказался, ну, я сейчас сыграю в Альпиаде Безухова. Ну, так же он поблизительно и свою жену на роль. Ну, не будем сплетничать, но там он сказал, что некому играть, и вот, давай сыграй ты. Вот он так и уговорил, можно сказать. Все-таки, действительно, ну, с одной стороны, заманчиво сыграть большую роль, а с другой стороны, а как бы не оступиться, да? Да, потому что ты... Лучше мелькнуть в эпизоде в таком гигантском фильме, чем на тебя будет нанизан весь фильм, а ты плохо сыграешь, представляешь? И фильм испортишь, и будешь знать, вот из-за тебя, товарищ дорогой. Потому что зачастую вот именно, ну, актеры великие, актеры, настоящие за большой буквы, они малозависимы от режиссеров, от сценаристов и от продюсеров. Почему? Они умеют во всем этом найти подтекст и сыграть в любых обстоятельствах хорошо. В любых, при любом раскладе. Вот всегда бывают фильмы, ну, трецензии, читаешь, вот, а безобразные сценарии, безобразные режиссеры. А вот актер замечательно сыграл. Ну, актер, вообще, вот, весь фильм вытягивает. И также, можно сказать, наоборот, все прекрасно, но актер он не нашел ни подтекста, ни умеет сыграть, и просто вот смотрит в кадр, как вот, как такой натурщик, там, буквально... Я вот помню всегда в советское время, когда какой-нибудь кинофильм, где Смоктуновский играл, ругали, ну, вот, как-то там вот... А Смоктуновского всегда хвалили. Иногда вот Иннокентий Смоктуновский смотрит так вот в камеру, говорит, ну, я бы, говорит, рад что-нибудь сыграть, но тут же нечего играть. Это, по-моему, по одном из фильмов так рецензировали. Ну, вот, его всегда, значит, всегда хвалили, скажем так, несмотря на любое, так сказать... Ну, перейдем сейчас немножко к изображению картин и прокомментируем. Картин. Кто же там такой есть у нас? Это Марлен Дитрих. Марлен Дитрих, да, перейдем... Ну, давайте полюбуемся, красавиц наших. И к современности уже потихоньку перейдем. Марлен. Потому что уже дошло до нас. Тоже красавица-блондинка, кстати. Да, Марлен Дитрих тоже. И очень много копий, имитаций вот именно вот этой вот фотографии существует разнообразных. Вот, пожалуйста, Грейс Келли. Надо сказать, что вообще актерами просто так, актерами Сульта, становятся люди редко. Зачастую родители или родственники этих людей так или иначе заняты в индустрии. Например, ну, или друзья как-то вот. Например, Джонни Депп попал на первую роль благодаря Николасу Кейджу, потому что его бывшая жена, вот Джонни Деппа, была гримером у Николаса Кейджа. А вот это Грейс Келли. У нее были потрясающе богатые родители. И в детстве она не нуждалась ни в чем. И могла спокойно оттачивать свои таланты перед зеркалом, как в высшем свете, же надо играть какую-то роль. А это мастерски научилась. Поступив в школу, она стала работать моделью и зарабатывать неплохие деньги. Ее заприметили Альфред Хичко, который снимал ее в многочисленных фильмах. Надо сказать, что всем казалось, что репутацию Келли очень незаконно. Пятнанная и непорочная. Хотя это было не так. Келли известна своими такими похождениями в Голливуде. Однако в то время это не должно было просачиваться в прессу, потому что не нравственную актрису могли просто не утвердить на роль. Вот это очень большая радость, что тогда еще, в 50-60-е годы, все-таки пресса, пресса, она до такой степени в частную жизнь актеров не лезла. То есть пресса печатала ту сказку, которую им давал продюсер или сам актер. И пресса была этим удовлетворена. Но вот сейчас, сейчас это очень большая опасность. Звезды развенчиваются, потому что их развенчает пресса, которая выискивает какие-то или придумывает разнообразные некрасивые подробности. То есть пресса стала свободнее? Пресса стала не свободнее, пресса стала продажнее. Ну как же так? Раньше я продавалась режиссеру, продюсеру, а сейчас? А пресса сейчас идет на поводу низких, низменных инстинктов у людей. Я, извините, хожу в кино для того, чтобы смотреть, например, «О, актер, он три раза был женат». Это, в принципе, не очень интересно мне. Я смотрю, а, вот тут-то он переигрывает. Ой, как в том фильме он потрясающе. А вот эта красавица, по-моему, ведь замуж за кого-то вышла, естественно. Она вышла за принцем Монако и являлась таким очень образом королевства небольшого вина. Она, вот благодаря такому разницу... Княжеству Монако. Княжеству, да. Ну ладно, кто же еще у нас? О-о-о-о! Тихонов. Тихонов. И популярность в России, наверное, ни с чем не сравнима и продолжается до сих пор. Инкдоты про Штирлица и образ Штирлица был создан благодаря именно этому актеру. Но роль Андрея Бааконского в фильме «Война и мир» Бондарчука тоже принесла ему большой успех. А, кстати, очень, как вот знаете, вот если сейчас разобраться, если сейчас разобраться вот с Андреем Балконским, то у Льва Толстого Балконский все-таки такой противный тип очень часто. Вот, да. А у Тихонова такого вот откровенно противного его никогда не было. И вот там была такая сцена в романе «Война и мир», где там еще, значит, в Австрии встречается он с двумя в коридоре штаба, он адъютант Кутузова Михаила Лирионовича, и встречается с двумя какими-то офицерами, которым что-то вышучивают австрийского генерала, там что-то такое, там, вот. Вот, и он им выговаривает, таким вот, достаточно противно так, идейно выговаривает. И вот в этой сцене, в кино он выглядит очень симпатично, он действительно так выговаривает, идейный такой человек, то ли из советского производственного фильма такой хороший комсорг, такой вот, знаете, правильный человек. Ну, действительно по делу он им говорит, а Бондарчук от него хотел вот этой, как раз говорят, хотел противности, и снимал с ним 32 вот этих вот дубля этой сцены. Ну, по сравнению с Дэвидом Финчером, известным режиссером, который снимает и по 100 дублей одной сцены, это, конечно, ну, ни с чем не сравнимо. Но в кинофильм вошел шестой дубль. Вот, продолжим дальше. Так, кто же у нас еще есть тут? О, Серова. Серова, да. Секс-символ сейчас как-то их называют. Да, она потрясающая, конечно, актриса, и потрясающий образ она создала. Но в фильмах она сыграла... Но их она много разных, она много красивых женщин сыграла. Я сейчас не помню, где бы какой-нибудь такой вот образ, как Штирлиц или Андрей Балконский был бы, да, у нее в ее репертуаре. Но просто такая милая, симпатичная женщина, если что вспоминать, то... С ней было удобно очень, как бы, себя идентифицировать, может быть, советскому зрителю. И со Штирлицем тоже тот идеал, к которому хотелось стремиться всегда. Ну, вот известно, что это была возлюбленная Константина Симонова. И еще, я знаю, что при улыбке у нее открывались нижние зубы, что достаточно редко. Именно так было у моей мамы. Вот мама мне всегда об этом указывала. А это ее партнер Самойлов, тоже секс-символ, только вот, значит, мужской секс-символ. Ну, знаете, все-таки советское кино, оно было... В звезды люди попадали все-таки благодаря своим театральным талантам, а не благодаря раскрутке продюсеров. Самойлов-то, он до смерти играл в Малом театре. Все-таки более... Вот давайте перейдем уже к Голливуду. Ну, сейчас посмотрим. Ну, это не Голливуд. Да, Лен Делон. Какой же это Марлан Бранда? Лен Делон и... Ну, и кто же еще-то? Он не пьет одеколы, он как-то невестный. Да, ну, потрясающий тоже вот такой французский актер, который себя создал такой образ очень красивый. Такого красивого очень... Боб Синкля. Да, очень такого красивого мужчины, но достаточно так и не смог вырваться из этого образа красавца. Да, ну, почему-то у нас немножко обрезан кадр у него, да, вот он красавчик. Ну, это хорошие, на самом деле, оба актеры наши замечательные. Вот еще один, вот он, вот он, кто нас предал в молодежь 60-х годов. Жан Морре, символ мужественности, Гартаньян, там еще какие-то такие персонажи. Вот он кого-то, так сказать, граф Монте-Кристо. Тут тоже он какую-нибудь графиню целует, наверняка, или княгиню, тоже такого звездного уровня актрисы, надо же. Грегори Пек, американский киногерой. Тоже очень американский актер. Он на каких-то серьезных фильмах играл, и ковбойских таких вот героев играл. А это Грегори Пек с Наташей Ростовой, можно сказать, да? Да, Содри Хэбберн, которая вот удачно, достаточно свою карьеру в Европе и в Голливуде строила, что достаточно редко, однако вот так же ушел. Вот он, великий и ужасный, Марлон Брандов. Это он в том фильме «Мятеж на баунте», где, чтобы войти в роль умирающего, он, значит, себя охлаждал льдом, чтобы он бил озноб. Он где-то прочитал, что умирающие испытывают озноб. Он решил по системе Станиславского вот так вот входить в эту роль. А это вот роль крестного отца. По-моему, даже вот он внешне не похож на других. Под щеки он подкладывал себе ватные шарики. Да, вот видно, что там гладил у него. И еще это все. По-моему, он как-то челюсть делал. Не так, как у него на самом деле. Да, он вставлял в определенный протез. А вообще какой-то сильный такой он сделал образ, между прочим. Ну, тоже вот разнообразные герои, которые вот из спорта пришли, из каратэ, но они вот уже уходят быстро с кинематограф, потому что меняется мода на спорт и меняется мода на супергероев. И поэтому вот они как бы очень быстро сходят с небосклона звездного. Да, к сожалению, сошли. Но они были сильные, они очень симпатичные были на самом деле. Но они имеются в большой актерской такой практике. Ну, кстати, я вот смотрю, все, что мы отобрали, это вот не звезды однодневки. Практики не имеют. Что значит, не имеют актерской практики? Ну, нравились же они им. Мы с них брали пример. Вот Арнольд Шварценеггер. Вот он с автоматом Калашникова в фильме «Правдивая ложь». Ну, давайте перейдем, наконец-то, к терминатору, перейдем, наконец-то, к истинным звездам. Роберт Денира. Вот потрясающий актер, многократный оскароносец. Сейчас он играет в сильных драматических ролях, однако считается, что его карьера сейчас клонится к закату. Почему? Потому что он снимается, ну, по мнению критиков, снимается в таких очень проходных и дешевых фильмах. Однако, как драматический актер Денира, силен и очень сильно популярен в Америке. А вы знаете, вот, мне кажется, вот в чем один из секретов успеха, он всегда какие-то такие вот, строит такие вот физиономии, мне они всегда очень нравятся, я тоже всегда вот так вот гримасничаю, вот так вот положено. Вообще, надо сказать, что многие герои Голливуда, они, ну, вот Мэрил Стрип, потрясающая актриса. А что же многие герои Голливуда? Они страдают разнообразными заболеваниями. Чем же они болеют? Ну, особенно у них проблема с речью и заучиванием текста. Очень яркий показатель этого Том Круз и Кэрри Найтли. Они не могут ни читать, ни писать. Вот вы представляете, как весело учить с ними текст. Я думаю, что просто ребята неграмотные. Я вот в свое время, когда, значит, в советское время-то жил, нам правда открывали, что какой-то процент американских школьников заканчивает свою школу и не умеет при этом читать и писать. То есть они приходят в магазин что-нибудь купить и покупают только то, где на упаковке ясно и недвусмысленно, значит, изображено вот то, что там вот есть, да, в этой упаковке. Как там что-то приготовить. То есть только по картинкам все, да? Рассказ по картинкам. И подсюда и комиксы у них там прижились, потому что комиксы, там трах, бабах, цсс, пи-пи-пи-пи, там ничего другого-то нет. Вот, да. Однако вот Круз, он, пожалуй, считается самым высокооплачиваемым актером Голливуда сейчас, Том Круз. И он считается самым таким известным лицом Голливуда. У него дислексия, да? Да, у него дислексия. И поэтому очень тяжело с ним работать. Он профессиональный актер. Однако, вот, однако, однако, сейчас уже его звездная карьера... Ну вот мальчишка-то замечательный. Знаете, я договорю, карьера падает. Почему? Потому что он оказался во власти одного и того же образа. Это простой парень, он ничего не понимает. Потом он все начинает понимать, а потом начинает вот в последней четверти фильма рубить злодеев в капусту. Надо сказать, что вот сейчас... Вот у него в начале карьеры были интересные роли. А сейчас он уже как звезда, он не может вырваться из каких-то определенных обстоятельств. Вот Маклой Калкин, известный ребенок голливудский звезда, вот, однако, как закончился его такой возраст детский, и он очень сильно, благодаря прессе, как-то скатился с «Свездного небосклона». Однако сейчас пытается набирать уже обороты не как звезда, а как драматический актер. Это исполнитель роли в фильме «Один дома» и «Один дома». Ну, вот Том Круз. Ну, вот, пожалуй, самым необычным актером, вот сейчас звезда, это Брэд Питт, конечно, является, который умело чередует роли в таких достаточно артхаусных постановках у Финчера, Дэвида Финчера, и в таких драмах с Робертом Редфордом, и все-таки сочетает в себе какие-то определенные, любопытные блокбастерные находки, где он играет все-таки не одноплановых персонажей. У него какой-то такой спокойный взгляд, спокойное лицо. Ну, да. Заметно, да? Да. А вот, пожалуй, Кейт Уинслет, которая потрясающая актриса, она сильная драматическая актриса. А что-то как-то вот в нашей прессе так отзывались о ней, когда в «Титанике» она, значит, появилась, как-то... Знаете, просто пресса они первый раз, первый раз узнала о ней, а вообще она очень известна. А вот он величайший актер всех времен народа. Вот считается сейчас, что он самый величайший актер последних десятилетий. Почему? Актер не пытается испортить внешность себе в фильме. Он каких только ролей не играл. И наркоманов, и человек... В смысле, не боится испортить себе? Ну, не боится испортить себе и репутацию вот такую актерскую, и внешность. Джонни Депп. Он умело совмещает в своей карьере блокбастер, как пираты Карибского моря, но вкладывая в них вот драматическую такую вот внутреннюю сильную роль. Вот, например, роль Джека Воробек в «Пиратах Карибского моря» был номинирован на «Оскар». То есть это вот это редкое, редчайшее такое, ну, кроме, обычно, спецфекта на Венере, здесь был вот главный, он стал главным героем. А это вот он в кадре фильма «Из преисподней», который в нашем прокате шел под названием «Из ада». Да, ну, вообще, актер, в принципе, потрясающий. И вот он снимается, он недавно снялся в фильме «Распутник», где сыграл такого бедного, несчастного поэта. А это вот раскрученная модель Халли Берри. А это вот моя любимая красавица на данный момент, Халли Берри. Пожалуй, это яркий пример политкорректной звезды в Америке. То есть афроамериканка стала известной звездой, получила «Оскар». Однако карьера, к сожалению, таких звезд очень быстро скатывается вниз. Ну, если она мне нравится, значит, вам она обязательно будет не нравиться. Вот. Ну, заканчиваем нашу передачу, подберем итог. Что настоящих звезд в Голливуде очень мало. Мало настоящих актеров. Актеры редко становятся звездами. Они любимы критиками, но не любимы публикой, потому что публикой они просто неизвестны. А вот в Советском Союзе было. Они продают тот товар, который им хочется продать. То есть товар стандартный, не входящий за рамки. А вот в Советском Союзе была такая ситуация, что вот эта вот система звезд у нас не придумали. То есть у нас искусственно звезды вроде как не создавались. Хотя, конечно, понятное дело, что жена режиссера или сын режиссера имел больше возможности сниматься, чем... Но, в конце концов, все это решалось по гамбургскому счету в значительной степени. Мне так кажется. Да. Но вот я как зритель, я не кинодеятель, да? У кинодеятелей, конечно, все друг друга ревнуют. Это я уже знаю. Знаю по нашему скромному телевидению. Вот. А там-то и вовсе все друг друга съесть готовы. Должны быть так вот, по моему убеждению. Но все равно, наши советские вот эти вот кинозвезды, это действительно велики все актеры. Кого не возьми, вот кто остался вот во временах, застрял. Да, тебе без сомнения. Ну что, нам надо прощаться. В следующий раз, знаете, о чем у нас речь будет идти? О темных всяких вещ, делах. А, как сказать, тайных темных. Вот слово такое, египет, символ тьмы. И вот так, как ни странно оказывается, египетские тайны. Не только с чисто египетскими делами связаны, но оказывается, непосредственно, как сказать, вкололись в историю нашей страны и в историю вообще всей европейской цивилизации. Оказывается, если бы ни одна проблема в Египте, все сейчас было бы совсем по-другому и в Европе, и вообще в мире, и у нас в России. Всего доброго вам. До свидания.